всем здорова вы на канале поршень покинул чат и сегодня у нас на обзоре opel vectra c 2006 года выпуска но самое интересное не то а то что это редкий трехлитровый дизель ну что поехали итак ребята сегодня у нас на обзоре opel vectra c 2006 года выпуска в средний плюс комплектации с редким трехлитровым дизельным мотором на ручной коробке передач и сегодня у нас есть владелец виталий добрый день приветствую вас на канале и сегодня он нам расскажет сколько он потратил на эту машину что он на ней менял как он ее купил ну в общем подробности будет интересно не переключайтесь смотрите до конца и так далее сколько ты проехал на данном автомобиле и сколько ты им владеешь проехал я около сорока тысяч километров и владею два с половиной года два с половиной года окей за два с половиной года какие были такие поломки первая проблема поломка это была поломка датчика положения распредвала обошлась она мне где-то в сто долларов ты не сам менял сервисе да 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 это с работой сто долларов да с работой сто долларов датчик был бы уж на поэтому я не знаю там цена может быть двадцать долларов а как ты понял что поломался датчик вообще проблема то есть было время парковки я парковался и у меня то есть ни с того ни сего заглох двигатель и то есть больше не запускался интересно и механики сказали ли там до пришлось вызывать эвакуатор мы механик то есть там провел диагностику и сказал что этого ну вроде когда и так друзья давайте посмотрим что у этого аппарата под капотом и тут нас приветствует жалко кстати нет этих амортизаторов какой чистенький красивенький трехлитровый ecotec весьма редкий экземпляр потому что в опелях я вот кому не говорил знакомый есть трехлитровый дизель на опеле такие нифига себе такие есть вообще дизеля на так есть вообще моторы на пелях как видите имеется окей что нам по поломкам дальше первая такая тоже серьезная поломка которая мне то есть супер потрепала нервы это у меня пришли в негодность с себе клапана они находят то есть там такие я не знаю чуть больше на 1 свечи зажигания такие две приблуды находятся они супер глубоко нужно разобрать пол мотора и они находятся в тнвд в тнвд и чё как ты решил эту проблему на сервисе да 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 то есть из проблему я то есть искал сам то есть по симптомам я перешагал весь интернет проблема была в том что очень сложная была симптоматика у меня то есть после ночи простой двигатель не не хотел запускаться или не знаю запускался со второго третьего раза только или проблема вообще в какой-то период полностью пропадала то есть как будто ну ничего и не было а ты возил по сервисам да машину или нет по сервис по сервисам я не возил опять же говорю я я обшарил интернет то есть то есть ты сам решил ну в принципе да 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 ну иногда это и хороший в принципе там что бывает так что потратишь кучу бабок тебе то поменяют то поменяют она ничего не помогает бабки потрачены но бывает такое вот нашел то есть в интернете по симптомам да то есть облазил все форумы русскоязычная англоязычная то есть других стран то есть переводчиком лазил искал эту проблему ну по симптоматике то есть ну нашел что проблема была в этих а что симптомы какие были ты не заводил допустим очень простое то есть автомобиль не заводился под нагрузкой был у меня тоже я плюнул дойду поеду как-то там с горя пополам дойду до сервиса договорился с ними что приеду они посмотрят то есть встал я на дороге и все то есть не мог запуститься опять же только эвакуатор и была проблема что опять же на холостом ходу в какой-то момент начинали гулять обороты да ну интересно так сколько денег на этот ремонт ушло на самом деле больше я не знаю ушло наверно на таблетки от головной боли но на клапана то есть ушло 200 долларов и работа 100 долларов сами клапана 200 работа 100 ну в принципе адекватно мотор кстати забыли сказать здесь имеет 184 до лошадиных силы 184 лошадиных силы и 400 ньютона метров v-образная v-образный шестицилиндровый дизельный турбированный мотор от исузу до произведения что дальше по потом что это сделал машине потом меня опять же из этих проблем с клапанами и себе у меня были проблемы с запуском я пользовался спреями плаками кстати не пользуйтесь этим вот ну точнее пользуйтесь но очень осторожно у меня то есть я пшикал через воздушный фильтр и у меня порвало интеркулер это я знаю это я тоже тогда был да короче на пшикали пытались завести машину на пшикали сюда короче я пшикаю я в принципе не знал сколько нужно как пшикать пшикаю пшикаю ну не помогает он говорит давай туда нормально короче пшик не я-то нормально как шик но он как завела как нет я думаю что за херня короче смотрим а там интеркулер порвало ну так что ребята будьте осторожнее с этой темой петарда такая серьезная как шарахнула да извини что перебил дальше следующая проблема это было у меня были сорваны шпильки на выпускном коллекторе все думали что проблема в турбине потому что был ужасный свист визг то есть на на оборотах на холостых опять же ничего не было то есть очень сложная была диагностика доступ очень трудный был к выпускному коллектору опять же ездил я делал диагностику платную все заверяли что да турбина к замене к регенерации но опять же сделал я турбину обошлось этом по цене 150 баксов регенерация даже дешево 150 баксов да относительно дешево мне обошлось и 150 где-то было но опять же мне это все поменяли проблема не ушла ну и позже оказалось что 40 были сорваны шпильки на выпускном коллекторе потому что проблема произошла в мороз минус 10 минус 15 то есть я ехал на работу ни с того ни сего у меня начался визг ну и скорее всего просто холодный металл горячий воздух и типа из-за этого сорвались шпильки или ну вроде когда были сорваны две шпильки что еще у тебя было по мотору сделано в данный момент у меня как я подозревал меня перекладка поршней на холодном двигателе то есть я с утра запускаю машину и стараюсь ездить на высоких оборотах потому что звук похож как будто ложкой по кастрюлям бьют что-то такое поэтому пока не прогрев до рабочей температуры двигатель то стараюсь так потихоньку до передвигаться то есть на невысоких оборотов но это по-любому по-любому стук отсюда да 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 где-то то например потом что даешь оборотов и сразу ну такое очень и очень неприятный страшный звук кто сталкивался то напишите в комментариях я не знаю может это что-то другое двигатель у меня то есть после лифтинга проблема до рестайлинговых версий было это то что опадали гильзы в этом моторе но у меня этой проблемы слава богу нету и и то есть конструкционно как-то устранили здесь очень привередливое качество топлива система дензо тоже ну все на нее грешат что ну чутка хреновое топливо и все то есть по балде все идет но так то мы слава богу находимся в европе качество топлива довольно таки хорошее поэтому так же по мотору менялся ремень грм сколько это обошлось 500 баксов за все то есть ушло за работу и за комплекс менял да 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 если так по памяти то вроде у тебя ремень или цепь ремень 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 на 3-литро интересный ремень да и то есть детали по деталям вроде я не знаю 300 долларов пусть будет ну и 200 работ обошлась тут наверно несложно надел он тебя сбоку здесь да 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 то есть ну опять же было его подымать нет двигатель не вытаскивали то есть вытягивался полностью воздушный фильтр блок управления снимался то есть там а это блок управления да да кстати даже интересный факт про двигатель у него просто дохренища масло ему нужно восемь с половиной литров масло 5 в 40 завод изготовитель рекомендует 5 в 30 но принял решение так как имеет свой возраст свой пробег поэтому такое масло поэтому 5 в 40 восемь с половиной литров ребят бьет по карману не сильно но бьет да сколько у тебя уходит вот примерно масла фильтра по деньгам примерно 150 баксов с работой да 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 150 баксов каждый 10 тысяч меняешь 67 стараюсь даже 6 интересно ну в принципе по мотору у нас здесь все сказали все самое такое интересное скорее всего переходим дальше итак перейдем к подвеске расскажи нам пожалуйста что мы делали по подвеске интересного здесь нас ты говорил интересный такой такая фишка что когда включаешь спорт режим да 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 у меня то есть ну зажимаются амортизаторы то есть именно подвеска становится ну жестче подвеска автоматически становится жестче такой прикол что по подвеске что делалось по подвеске в принципе ничего не делал у меня может я не знаю тысяч так 3 4 5 то есть появился какое-то поскрипывание на задней оси подозреваешь то есть ну солен блоки я не знаю про провернула или то есть там еще что-то с ними произошло но так то суп супер надежная подвеска на самом деле то есть никаких проблем не было единственное менял задние суппорта потому что в какой-то момент заклинили с одной и с другой стороны поршни а так то ну как по цене то есть 200 долларов обошлось тоже не 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 очень дорого не высады адекватная но реальная рыночная цена нормально то есть за два за 40 тысяч километров никаких особо проблем с подвеска не было это может значит то что подвеска в принципе надежная и не затратная по вашим бабкам дальше что еще ты делал интересного в этом автомобиле еще интересного да в принципе все автомобиль так довольно таки надежный по крайней мере у меня оказался у других может быть похуже но довольно таки распространены проблемы я устранил и теперь то только наслаждаюсь ездать отлично так и должно быть так должно быть кстати ребята общую стоимость вложений от владельца вы сейчас видите на экране машина кстати на 17 дисках оригинальные до опелевских резина колеса до оригинального диски оригинальные диски по кузову по кузову в принципе все нормально ржавчины не видно немножко кузов покоцаны тут все в принципе нормально ржавчиков тут нигде нету следов никаких здесь все красиво интересная фишка ты кстати не знаешь да это с завода или нет возможно это добавили тут есть такая вот защитная тема чтобы арки не паска строю не пескоструила не разбивала не выжарала краску непонятно это завода или нет если вы знаете напишите завода или нет так в принципе здесь нормально версия кстати довольно таки ну я бы не сказал что богатая ну такая среди средне богатая например здесь у нас а по до конца он сам не открывается потому что уже механизм устарелый сейчас еще раз попробуем надо ему помогать вот так помог и все и он открылась электрический но ты говорил какие-то там окис окисление происходит да да то есть опять же у известная проблема то есть там заморочка только с разборкой механизма все то есть ну довольно таки просто устраняться но не нету желания то есть короче и проблему для и так сойдет башни как мы видим вместительный шторка есть раз открыли закрыли реально хватает здесь места на моем подзон то не будем показывать запаска есть отлично парктроник есть спереди сзади и работает да все работает тут у нас на кнопочку раз нажали он начинает закрываться надо в определенный момент им помочь да вот сейчас да не помог еще раз давай владелец лучше покажет да то есть и руками можно закрыть и доволок когда раза и головки есть ну я бы не сказал что это бедная комплектация которая есть хотя бы такой доводчик ну что перейдем к салону и так вот мы и внутри опеля вектор что мы видим сразу бросается ваза мультируль двухсунная климатизация подогрев сидений это правда китайский экранчик сенсорные вставлены сюда здесь еще один экранчик штатный спорт режим спорт режим дальше но здесь принципе дальше все по стандарту бардачок небольшой ручничок коробка мануальная подсветка здесь водителя пассажира салона на очки место открыли положили себе очки здесь у нас зеркальце подсвечивается подсвечивается отлично также здесь мы видим автоматический свет к сожалению нет у нас задних стеклоподъемников электрических есть только передние регулировка стекол заднего вида блокировка открытие багажника ну и в принципе здесь ничего такой бардачок небольшой здесь у нас сенсор дождя дождя сенсор дождя кстати есть круиз-контроль весьма полезная штука сидушки у нас обычные тряпочные не заезженные сидушки у нас не электрические сидушки у нас вот на таких ручках период назад тут у нас также есть регулировка спинки поддержки или как-то правильно сказать поддержки сидения люка у нас нет вот такой у нас тряпочный потолок светлый цвет принципе все смотрится красиво нормально задний ряд заднем ряду садимся сидится мне здесь ну я бы не сказал что супер комфортно машинка немножко немножко маловато для человека который будет сидеть спереди с ростом таким как у меня тоже длинными ногами немножко этого не хватает места но в принципе нормально здесь нас встречает свет такой для пассажиров задних под локотник такой расположили здесь у нас имеется также доступ к багажнику да здесь интересная штучка тоже есть у нас вот такой вот для задних пассажиров как-то сказать музыкальная аудиосистема не знаю в общем здесь она как владелец говорит не работает но я подозреваю то что она работает и сюда можно вставить наушники справа для пассажира и слева для пассажира здесь уже конкретно под себя музыку настраивать громче тише пауза и play также здесь имеется такой вот для сигарет скорее всего пепельница что-то в том стиле еще имеем такие мешочки которые можно положить ну и к сожалению чего что меня расстраивает это ручки погребсти и поднять себе стекло ну в принципе все ну что перейдем к тест-драйву посмотрим как машина едет и расскажем еще какие-то подробности о данном автомобиле что могу сказать едется комфортно место место потому что водитель такого же роста как и я место действительно здесь хватает на ноги себе спокойно сидишь едешь комфортно сиденья пока еще не музыкает насколько комфортно и но сидится адекватно рулится принципе мягко но не так мягко например как в прошлом выпуске volkswagen tau-rack или tauran то был tauran да то был tauran как-то уране шумоизоляция шумоизоляция вот например сейчас байки проехали я думаю они довольно таки громкие их было практически не слышно поэтому могу сказать что шумоизоляция здесь адекват в общем едем сейчас мы со скоростью чуть больше чем 60 километров в час оборотов у нас полторы тысячи какая передача 4 4 передачи на 4 передачи при таких оборотах портовой компьютер нам показывает шесть половиной литров топлива по городу автомобиль употребляет около 10 литров дизеля в трассе около 7 6 7 7 7 литров дизеля там бель потребляет по трассе вот сейчас мы едем уже почти 140 сейчас мы едем 140 140 расход сейчас этот темпомат включу чуть меньше чем 140 расход нас показывает 8 8 7 6 но сейчас мы уже начинаем немножко съезжать вниз вот сейчас более-менее прямая и 6 6 7 3 7 4 сейчас немножко опять под горку ну короче в общем расход порядка семи литров сейчас короче включили режим спорт на третьей передачи газ пол но ощущается я бы сказала набирает до трех с половиной тысяч оборот чувствуется что машинка едет 4 5 передача 140 и и дальше продолжает набирать газ пол в принципе свободно шестая передача нормально 180 аппарат едет сейчас без полная тысячи оборот сколько показывает расход ну блин сейчас тоже тут не особо замеряешь потому что то немножко вверх то немножко вниз нету такой конкретной прямой по шумоизоляции на такой скорости ну я бы не сказал что супер комфортно но терпимо терпимо нормально едется на пельке в принципе комфортно сиденья нормально можно тут удобно сидеть на дальняк все равно скажу на моих бэхи все равно лучше на дальняк в любом случае но здесь тоже относительно неплохо ну вот ребята наш обзор тире слэш отзыв владельца подошел к концу обязательно ставьте палец вверх пишите что вы думаете по данному автомобилю что вам понравилось что вам не понравилось в комментариях пишите высылайте видео друзьям подписывайтесь на канал кто еще не подписан потому что в основном наше видео к сожалению смотрят люди которые не подписаны так что если видео понравилось вас лайк и подписка и увидимся в следующих выпусках вы были на канале поршень покинул чат до скорых встреч субтитры сделал DimaTorzok